В эфире на Ультского телевидения итоговый выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Начиная с декабря и до окончания новогодних каникул по всей республике актуальными являются вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждения чрезвычайных ситуаций. В жилом секторе проводится адресная, разъяснительно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности населения. Особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения. Еще одно такое мероприятие – смотр техники сил средств района – прошел на территории предприятия Янаул-Водоканал. Комиссия во главе заместителя главы администрации района Салавата Гельмеева произвели осмотр техники разных служб района с целью предупреждения и устранения последствий всяких аварийных, чрезвычайных ситуаций. Посмотреть готовность территориального звена прибыл заместитель начальника учреждения службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Республики Башкортостан Рашид Фаткулин. Представители предприятий доложили о готовности техники к новогодним каникулам и получили высокие оценки. Смотр сил и средств проводится с целью для того, чтобы посмотреть готовность территориального звена БТП РСЧС, готовность к устранению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в районе, в городе, для того, чтобы посмотреть, какими средствами располагает район, какие средства будут привлекаться для ликвидации аварийных ситуаций, для того, чтобы устранить недостатки, которые будут выявлены, для спасения людей. Самое главное. Ведь ничего нет дороже человеческой жизни. И для того, чтобы мы могли спасти людей, для этого нужна специальная техника. И готовность этой техники проверяется во время этих смотр. Сегодня очень высокая оценка. Территориальное звено города Янау готово к работе по предназначению. Традиционно Новый год – один из самых любимых праздников практически каждого жителя нашей страны. Однако, это и время, когда риск возникновения пожаров становится еще выше. Как показывает практика, их основная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности. О том, как не допустить беды и не испортить себе и окружающим празднование Нового года, рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадуллин. Обстановка с пожарами на территории Янольского района остается напряженной. На сегодняшний день произошло 99 пожаров. В огне погибло, к сожалению, 4 человека. И пострадавший на пожаре получил ожоги различной степени тяжести. Это один человек. В преддверии Нового года количество пожаров увеличивается. В том числе, увеличивается и количество погибших и травмированных на пожаре. Вследствие этого, Государственный пожарный надзор обращается к жителям и гостям Янаульского района во избежание пожаров предновогодней, новогодней праздники, соблюдать меры пожарной безопасности в быту, а также по месту нахождения, а именно следить за состоянием электрооборудования, не перегружать, не оставлять без присмотра электрообогревательные приборы, смотреть за состоянием отопительных печей, газового оборудования, а также не доверять за топкой печи детям. И самое главное, во избежание трагических случаев, не оставлять детей одних без присмотра даже в новогодние праздники. В новогодние и предновогодние праздники увеличивается количество пожаров по отопительным печам, неосторожному обращению с огнем и применение пиротехнических изделий. Во избежание причин пожаров, связанных с отопительными печами, необходимо внимательно контролировать и не оставлять без присмотра отопительные печи. Во избежание причины пожара по неосторожному обращению с огнем, надо особое внимание уделить запрету курения внутри здания и сооружения, а также в состоянии алкогольного опьянения, не допускать курения внутри дома, а также в состоянии сна. Далее, по применению пиротехнических изделий необходимо знать и помнить, что применение пиротехники внутри здания и помещения категорически запрещается, а допускается применение пиротехнических изделий согласно инструкции, которая написана на каждой упаковке данного изделия. На территории Республики Башкортостан и в нашем районе проводится профилактическая операция Новый год. Во избежание пожаров предновогодние и новогодние праздники в каждом районе, в том числе и в нашем, созданы профилактические группы, которые уже начали свою работу по жилому сектору граждан. Проводится противопожарный инструктаж домовладельцев, проводится обследование отопительных печей, электрооборудование, объясняется гражданам, что нужно и необходимо делать в случае пожара и какие действия именно при возникновении уже чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется местам нахождения проживания детей, особенно малолетних, где также с ними проводится определенная работа. Если выявляются случаи нарушения требований пожарной безопасности, уже данная семья берется на контроль до полного устранения нарушений. А также хотелось от имени Государственного пожарного надзора поздравить всех работников, сотрудников пожарной охраны, спасателей, всех тех, кто связан с работой пожарного спасателя, а также особое внимание ветеранам и поздравить всех с Днем спасателя МЧС России, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всем. Новогодний утренник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 23 декабря. Для детей была подготовлена увлекательная история приключений кота Леопольда. Исполнение песни про Новый год стало началом утренника. Каждый из ребят старался зарядить зал веселым настроением. Перед собравшимися выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. В этом 2019 году удалось сделать многое для того, чтобы наш район хорошел, наш город Кеново стал лучше, краше, чтобы дети могли развиваться в разных наших учреждениях. Это и школы, это досуговые учреждения, это и асфальт. В этом году как никогда мы не смогли больше вложить. Это наша работа. Он поздравил всех с наступающим праздником и пожелал ребятам успешной учебы. Праздничная программа была насыщенной. Для зрителей подготовили музыкальные и танцевальные номера. С интересом юные и науцы наблюдали за противостоянием кота Леопольда и мышей. Много трудностей преодолели главные герои на пути к дружбе. Каждый артист постарался, чтобы этот день стал действительно маленькой, но очень приятной сказкой для детей, уже столкнувшихся с трудностями и потерями в жизни. Они с большим удовольствием приходят на наше мероприятие совместно с своим законным представителями, с определенными учительными и приемными родителями. На сегодняшний день в нашем отделе состоят на учете 150 детей-сюротцев, детей-старших учения родителей. Конечно же, я в канун этого праздника хочу всем пожелать крепкого здоровья. Конечно, в канун этого праздника все дети, я и не хочу сказать, и о наших детях, желают, наверное, счастливого детства, чтобы все у них было в семье хорошо, достаток, любовь, забота, внимание со стороны взрослых, ну и, конечно, со стороны наших законопредставителей. Администрация муниципального района Новский район для всех детей и сиротных детей отдаст учения родителей приготовлены новогодние подарки, которые не с нетерпением ждут. Дети играли, танцевали, общались с разными сказочными персонажами. Особенно радостным для всех ребят стало появление Деда Мороза и Снегурочки. У меня есть мама, моя сестровка и я. Мне нравится, когда мы за столом сидим и, ну, с семьей всегда. Ну, я пожелала, чтобы у мамы нога больше не болела. Она, у нее всегда болит. Я выбрала костюм Беклана, потому что у меня игры, и это. Елка понравилась, у нас, у нас, у нас, даже, у меня, у меня, у меня, еще седра, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня. В завершении праздника дети рассказали Деду Морозу стихотворение про Новый год и получили подарки. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей и наульского телевидения. Новогодний праздник «Аксаковская елка» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 24 декабря. Для ребят был показан сказочный спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик». Началом праздника стало исполнение вальса. С наступающим праздником поздравил всех собравшихся глава администрации района Ильшат Ведикатов. В преддверии Нового года, когда мы все ожидаем чуда от новогоднего торжества, от вступления на нашу землю 2020 года, рад приветствовать детей, которые, несмотря на все сложности жизни, преодолевают трудности. Показывая порой пример нам, взрослым, своим упорством добиваются успеха в учебе, занимаются любимым делом. Зрители внимательно следили за действием, разворачивающимся на сцене. По сценарию сказки мышиный король превратил принца в игрушку «Щелкунчик», и для того, чтобы его расколдовать, необходимо было найти ноты балета, которые в порыве гнева разбросал король. Главные герои спектакля, девочка Катя со своим братом Витей, разыскивали ноты по всему свету, встречая различных персонажей на своем пути. Красивые декорации, музыкальное сопровождение, световые спецэффекты и сама игра актеров – все было создано для того, чтобы выступление стало действительно запоминающимся и интересным. В конечном счете добро победило. Ноты нашлись, и принц «Щелкунчик» был расколдован. Не обошлось новогоднее представление без Деда Мороза и Снегурочки. Они поздравили ребят с наступающим праздником. Настроение у меня хорошее очень. Мне понравился этот балет. Очень сильно готовимся. У нас большие планы за Новый год. Я просила у Дедушки Мороза счастья, здоровья и удачи всех своих семей. Продолжился праздник в спортивном зале, где дети водили хороводы вокруг новогодней ели, танцевали и участвовали в разнообразных играх. Гульнара Сидди, Каванил Сафин, служба новостей и научного телевидения. Новогоднее представление было показано и для воспитанников коррекционной школы-интерната. Начался праздник с выступления танцевальной группы и поздравления главы администрации района Ильшата Вазигатова. Новый год – это ожидание чуда. Все это мы хорошо знаем. Наверное, вы тоже так же ждете чуда, да? Да, всегда. Но одно чудо у вас уже произошло. Какое? Звездочное. Это новая школа, да, ваша? Да. Это реально чудо. Я вот только что там пробыл, посмотрел ваш интернат, общежитие ваше. На самом деле, как отель, да? Трехзвездочный или пятизвездочный? Трехзвездочный. Пока трех, да. Ну да, народ будет, будет он как пятизвездочный. Но на самом деле, спасибо государству, спасибо правительству Республики Башкетстан, что все-таки выбрали место в строительство. Нашли наульские районы, то есть нашли наул. Спасибо, Новый, Дадима Михайловна, вам, за настойчивость. Конечно, было сложно. Вы немного в стесненных условиях пожили, конечно, было неприятно. Или понравилось за городом жить? Немного понравилось, немного устали от этого. Но, тем не менее, сегодня вы в просторных комнатах оживаете, светло, уютно. И одно чудо уже свершилось. А следующее чудо свершится, если вы будете хорошо учиться и слушать своих воспитателей для того, чтобы освоить те профессии, которые, в том числе, они преподают, учат, хорошо в боке учить и, конечно же, быть послушными. Педагоги дополнительного образования станции юных техников постарались построить сценарий праздника так, чтобы детки смогли сопереживать, порадоваться за главных героев и, конечно же, поиграть вместе с ними. Зимушка и Снеговик никак не могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мешает им в этом Баба-Яга, Леший и Кикимора. Цель нечистой силы избавиться от новогодних героев. Дед Мороз до вечера решил сделать свой новогодний канал и объявил кастинг. А у Бабы-Яги свой план. Она хочет выпустить свою программу. Зимушка и Снеговик вместе с детьми освободили Деда Мороза и Снегурочку от злых чар. Новогоднее чудо свершилось. Воспитанники и сотрудники от Нового года ожидают открытия новых корпусов коррекционной школы. И, конечно, с радостью мы это ждем. Мы горды и рады этому событию. В начале Нового года наши дети будут обучаться уже в новых корпусах школы-интерната. Это новая школа-интернат. Она совершенно новая и интересная будет для всей республики, даже для всей России. Потому что это единственная коррекционная школа открывается в республике Башкортостан по программе 100 объектов к столетию республики Башкортостан. Одаренные и отличившиеся в уходящем году школьники, участники различных конкурсов, олимпиад различного уровня попали в новогоднюю сказку 25 декабря. Их в этот день ожидали различные сюрпризы. Мероприятие, подготовленное коллективом Дома пионеров и школьников, а также активных учащихся района, прошло в культурно-досуговом центре. В подготовке новогодней программы приняли участие многие школьники. Волонтер, получается, должен помогать людям. И меня просто позвали как нуждающий помогать людям, чтобы много радости было, чтобы никто не унывал в этот Новый год, чтобы все провели его весело. Я люблю сама принимать участие как волонтер, так как мне интересно общаться с детьми. Участвую в основном в предметных олимпиадах, биологии, химии. С приветственным словом выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Конечно же, желаю, чтобы, встретив Новый 2020 год, вы провели каникулы с пользой для саморазвития. Чтобы вы все каникулярные дни занимались физической культурой, спортом. И чтобы все организованные для вас мероприятия вы посещали в районе. Хочу пожелать также вашим родителям, чтобы вы могли, здесь я просто много вижу родителей, хочу, чтобы вы радовались успехом ваших детей. Чтобы они каждый день приносили вам из школы, из мест дополнительного образования только хорошие вести обо своих успехах. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, крепкого прежде всего и успехов в дальнейшей вашей жизни. 20 активных детей были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Я пришла из школы села Ямады, я учусь в восьмом классе, я люблю петь, танцевать. Учусь, первый А, рисовать, писать, читать. Каких комплексов участвовала? Катенька, доченька, пойдем. Мама, смотри, это же щелкунчик, тот самый, помнишь? Мы смотрели балет. Мама, давай купим. Сценарий праздника коллективом «Домом пионеров» был разработан заранее. Правда, с репетициями были проблемы. Репетиции, да, очень долго шли. Мы работали по блокам. К сожалению, у нас нет своего здания, репетировали в школах. Где придется, можно сказать, но получилось. Я думаю, что получилось, потому что дети были артистичные, самые лучшие, я думаю, активные, готовые в сцене. Потом уже на сцене РТК мы репетировали пару раз. Репетиции собирали по блокам. Очень переживали, очень волновались, так как объединять очень тяжело. Все-таки по блокам это отдельно. А когда мы компонуем общую картину, это надо видеть. И работать декорацией тоже много требует времени и внимания, и следоточенности. А дети маленькие, им нужно как-то привыкать к атрибутике. В этом была вся сложность. А в остальном все было очень легко. Дети работали с удовольствием. Огромная работа педагогов, похоронения, декорации, в ваших костюмах. В новогодней сказке задействованы не только педагоги. Ильвина Сидикова по профессии секретарь вышла на сцену в роли Клеопатрии. Быстро влилась в эту роль, потому что меня со школьных времен еще сравнивали с Клеопатрой. Поэтому мне нравится эта роль. И в дальнейшем планирую не отказываться от выступлений, участвовать на всех мероприятиях. И я убедилась, что у нас мероприятия все проходят на ура. Костюм тоже сделали мне. Педагоги все помогали. Сделали отлично. Многие зрители подходили и говорили, что у нас самые красивые костюмы. Разошлите мой указ по всему свету. Пусть все жители моего королевства поспешат. До Нового года осталось совсем немного. Эта музыка должна звучать триумфом в мой час, когда я начну править миром. Я красивый король! Новогоднее представление для одаренных детей подготовили такие же активисты и маленькие артисты нашего города. Мне нравится, когда мы выступаем, как нам аплодируют, вообще какие движения у нас есть, танцы. Участвовать больше нравится, радовать детей. Хочу предложить вам дружбу, настоящую дружбу короля. Я стал другим. Я теперь очень хороший, белый и пушистый, как вы заметили. И очень полюбил ваш балет. Целюсь, знаете, высокое искусство. Новогодняя сказка про щелкончика закончилась благополучно. Главные герои одержали победу над своими недругами. Новогодний утренник для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, прошел в межпоселенческом культурно-досуговом центре 26 декабря. Яркое представление было подготовлено для зрителей. На сцене разворачивалось динамичное действие, где разнообразные сказочные герои старались либо испортить новогодний праздник, либо, наоборот, спасти. Но, как и в настоящей сказке, в завершении добро победило. А все присутствующие получили много приятных и светлых эмоций. Совет женщин Янаульского района продолжает реализовывать проект под названием «Старости нет». Тем самым все участники проекта активно продлевают свое долголетие. А летом текущего года Совет женщин во главе председателя Ильсиар Проскуряковой регулярно занимались оздоровительной гимнастикой и скандинавской ходьбой. Зимой дамы золотого возраста будут заниматься лыжным спортом. Для этой цели были закуплены 10 пар лыж. Первая прогулка на лыжах состоялась на спортивной площадке 24 декабря. Несмотря на занятость, на первую тренировку пришел и тренер по лыжам Валерий Хуснулин. Сегодня он согласился с нами заниматься. Он будет учить нас, кто еще нет, которые первый раз встали только на лыжи. И вообще в Янауле не так много женщин занимается лыжной ходьбой. В основном у нас мужчины занимаются. Вот я всегда хожу на Некрасова, занимаюсь сама уже давно лыжами. Женщин маловато. Вот именно я хотела привлечь женщин зрелого возраста, чтобы они не сидели дома возле телевизоров, а именно вышли на свежий воздух, катались на лыжах. У нас вообще по плану еще не только ходьба на лыжах, мы будем выезжать в лес. Хотим в лесу организовать, может семейный досуг организуем. И в рамках пикника, в рамках вообще реализации проекта у нас планируются еще и различные конкурсы еще. Традиционно в нашей стране люди любят банные процедуры. Издавна люди относились к посещению бани с особым вниманием и трепетом. Баня приносит человеку душевное спокойствие, радость, помогает восстановить силы и расслабить мышцы. Эмоциональный подъем и желание творить – еще один положительный эффект, который дает человеку посещение бани. В нашем городе есть общественная баня, куда можно собраться и пойти всей семьей. Также можно посетить и массажный кабинет. Коллектив у нас небольшой, состоит из восьми человек, включая директора, бухгалтера. У нас три рабочих по обслуживанию бани. Это общий отдел обслуживает мужчина и женщина, потому что у нас разделено на мужские и женские дни. Работаем одним залом. Например, в зимний период у нас четверг, суббота – это мужские дни, а пятница, воскресенье – это женские дни. И плюс еще есть у нас отдельный номер, мы называем его семейным. Туда приходят с семьей, с детьми, туда приходят с друзьями. В общем, рассчитан он этот номер на четверых. Там есть отдельный бассейн, есть парилка своя, помывочный зал и помещение, где можно чай попить, отдохнуть. Наш результат работы зависит от количества наших посетителей. Чем больше посетителей нас посетят, тем больше мы можем, тем лучше можем оказывать услуги, потому что у нас будет возможность для этого. Поэтому я надеюсь, что нас еще увидят те, которые переехали в город Янаул, еще не знают, что у нас есть, существует, работает, функционирует баня, что туда можно приходить, помыться, отдохнуть. Мы приглашаем всех. Поздравляю вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника Нового Года. Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее. А я с вами прощаюсь. Увидимся в новом 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пусть вам этот Новый Год многого хорошего несет. Любви, здоровья и тепла, успеха, счастья и добра. Добрый дедушка Маус, у меня к тебе вопрос. Как на темне челеса, где творятся чудеса? Где ты сам зовешь, скажи, челес моим не покажи? Мне ведь это неизвестно, но у нас на интересное. Дед Мороз на санках мчится, всем подарки он везет. Праздник в дом уже стучится, самый лучший. Новый Год вокруг елочки нарядной мы закружим хоровод. Бусы, шарики, грилянды, ждем тебя мы Новый Год. Снег лошится на дома, к нам опять переслась лима. Перенесла колдонки, люки-то посымуки. Хава-ташу коп идет и, конечно, Новый Год. Наконец-то ты пришел и не потерялся. Здравствуй, дедушка Мороз, ты мне даже снился. Он скажет, как ты живешь, как ты нам добрался. Хорошо, что ты пришел и не заблудился. Я хочу поздравить своих родителей с Новым Годом, бабушек, дедушек и весь Инау. Хочу пожелать счастья, любви и здоровья. Хочу поздравить день рождения самого папу. Мы встречаем Новый Год, украшаем елку. Нарядили огоньками каждую иголку. Написали мы письмо Дедушке Морозу. Новый Год встречаем мы дружно и серьезно. Пусть несет подарки нам, сладости, игрушки. Новый Год для всех, ребят, праздник самый лучший. Я поздравляю всех с Новым Годом. С Новым Годом поздравляю и оттен души живой. Веселиться и смеяться, ни на что не обижаться. Жить легко и без забот. Весь грядущий Новый Год. С Новым Годом, с новым счастьем, мира, смеха и добра. Где тем елочка, пижа снег на редках пенеса. Но на елочку стаге платью новаян. Экалом чайга, экалом чайга, экалом чайги плесе. Кусы разный и сад, замечательный наряд. С Новым Годом, с новым счастьем, мира, смеха и добра. С Новым Годом, с новым счастьем, мира, смеха и добра. С Новым Годом, с новым счастьем, мира, смеха и добра. С Новым Годом, с новым счастьем, мира, смеха и добра. С Новым Годом, с новым счастьем, мира, смеха и добра. С Новым Годом, с новым счастьем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok